Всем привет, с вами Сергей Проект Пусть. Сегодня я хочу рассказать про книгу, это фэнтези. Наконец-то фэнтези. Вроде бы это мое должно быть основное направление. Я то детективы, то вархаммер, то фантастика и так далее. Надо же про фэнтези. Люди хотят фэнтези. Я вам рассказывал про первую книгу этого цикла. Я даже назвал эту книгу книгой месяца. И это автор Себастьян де Костелл. Цикл называется «История утраченной магии». И это второй роман. Называется он «Черная тень». И это, собственно, спойлер основного сюжета. Да, вокруг черной тени будет крутиться весь сюжет. Если вы помните, это такая болезнь, которая поражает магов. И она может привести к тому, что хана будет этому главному герою. И, естественно, наш главный герой ищет все, что связано с этой болезнью. И когда он узнает, что эта болезнь затронула человека, не мага, а человека, он, естественно, захотел с этим разобрался. Тем более, он заметил, что приступы довольно странные, очень сильные и какие-то специфические. А тут еще и маг какой-то появился, который говорит, что я смогу вылечить от этой болезни. Он сам загорелся, наш Костелл. Ну, блин, это же, значит, и мне поможет. Значит, и я хочу вылечиться, я хочу вернуться обратно. Я ж не хочу быть там изгоем, не хочу вот тут в Саргосе шляться и со своим белкокотом. А белкокот тут шикарный. Это персонаж, ради которого стоит читать. Его манера, его кровожадность, его, как он говорит, как он подкалывает, как он вообще в образ жизни. Ну, очень шикарно. Это очень выигрышный персонаж. Вот ради него я и читаю эти произведения в первую очередь, на самом деле. Потому что наш главный герой, он хорош, он не суперкрутой, он пытается разобраться, он еще мучается своими подростковыми какими-то загонами там, где, как, что ищет свое место в этом мире, чего там добиться. То есть такое типичное страдание, взросление главного персонажа. Вот. Я уже вторую книгу начинаю читать, механическая книга. Я уже заказал четвертую книгу. Она ко мне уже приехала. Я в книжных покупках вам ее показал. И там уже стоит даже 18 плюс значок. Там видно, что то начнется жестить. Но вот это все Янг и Далт, то, что называют эту литературу, это все для меня сейчас пока притянуто за уши. То есть, да, главный герой подросток, но тут проблема поднимается те, которые даже взрослому человеку интересно почитать и интересно даже в этом разобраться. И вот наш главный герой будет разбираться параллельно и с черной тенью, и с этим магом, и вообще, что творится. И будут искать заговор какой-то, и кто за всем этим стоит. И нам такие будут шикарные намеки, что будет дальше. То есть, там вот такой глобальный интерес у меня есть. Глобальная такая интрига, тайна, которая вот где-то там сзади крадется, и вот он будет к ней двигаться. Я такое люблю. Это значит, что вот цикл развивается. И проклятие второй книги, когда говорят, что второй томик всегда слабее, чем первый. Здесь, мне кажется, миновало. Я вообще воспринимаю это как единое произведение, и это плюс произведения. То есть, вот первый томик, второй, вот сейчас и третий читается. Вот хорошо, как будто я просто растянутую большую книгу читаю. Так как мир мне нравится, и персонажа, в частности, я же говорю еще раз, белка-кот, то я хочу знать, что же будет с ним дальше, какие будут дальше приключения, как он со всем этим разберется. Опять же, магия как, может быть, у нее чуть побольше появится. И тут мы больше узнаем про мир, даже вот Аргосия еще одна появится, как она смотрит на мир, как они... Ну, в общем, хорош, хорош там мир, атмосферно, очень динамично, там, действительно, ты книгу проглатываешь. С одной стороны, это плохо, потому что очень быстро прочитала, хочется дайте, дайте еще, как наркоман просит дозы. А с другой стороны, ну, блин, оно же интересно. Ты вот, значит, не можешь оторваться, и ты не переключаешься ни на что другое. Значит, автор действительно достойный, чтобы обратить на него внимание. Обращаю ваше внимание еще раз. Это уже не книга месяца, потому что все-таки все новинки, вот какие там персонажи, знакомство, все было в первом. Да, здесь уже продолжение приключений, здесь уже не тянет. Это не кардинально что-то новое, это просто добротное продолжение. Поэтому читаем. Еще раз повторюсь, называется книга «Черная тень». Читайте хорошие книги. С вами был Сергей Прыгпо. Пока!